И снова здравствуйте, уважаемые родители. Мы с вами продолжаем разговор о массаже, об упражнениях, напоминаю, и массажных движениях для ребенка в возрасте 4-6 месяцев. Здесь мы с вами уже говорили об этом упражнении, но сейчас мы его делаем уже более активно и более сознательно. Это упражнение поднимания головы и туловища из положения лежа на спине, то есть как бы при лиде к тому, что ребенок садится. Значит, большие пальцы, посмотрите, большие пальцы ваших рук в кисти ребенка. Это положение мне очень удобно, вот так. В кисти ребенка, руками фиксируете его предплечье, то есть внутри ваших ладоней, его очень запястный сустав. И дальше, да, ноги у ребенка подогнуты, и вы поднимаете, поскольку ребенок, да, то есть вы сажаете его, здесь ситуация должна быть такая, что он садится, вы его сажаете, причем малыш, ему это интересно, он пытается сесть сам, опираясь в основном не на ваши руки, а уже на силу своих мышц. Да, и вот здесь вы можете создать дополнительные усиленные его пресс, то есть вот так покачать, не укладывая сразу, а удерживая в этом положении, делать такие движения, как, ну, как встанька, да, полностью не сел, но и не лег, да, положение вот такое, как на качелях. Это можно повторять три раза, это упражнение очень хорошо укрепляет не только мышцы живота, но и мышцы шеи, потому что ваш ребенок в этот период, он удерживает уже голову, и ему, кстати, очень интересно становится именно в таком положении посмотреть на мир, поэтому он может еще и головой активно подкрутить. Следующий этап нашей работы, вашей с нами работы, это массаж живота. Значит, здесь основные приемы, это разные виды проглаживаний, значит, проглаживание где-то по четыре раза вы осуществляете процедуры, значит, сначала мы гладим по кругу, по часовой стрелке, значит, затем вы осуществляете растирание, значит, сначала, то есть растирание, напоминаю, отличается от поглаживания, вашими усилениями, то есть тем давлением, которое вы осуществляете, да, более сильное сначала по кругу, потом по прямым мышцам, от позвоночника к пупу, да, соответственно, с другой стороны, то же самое, от позвоночника к пупу, круговые движения, теперь по косым мышцам, от ребра к паху, ведете от ребра, от ребер к паху, ведете, да, здесь можно осуществлять поглаживающее движение подушечками различных пальцев, по одному, это может быть средний палец, это может быть указательный, безымянный, какой удобно, значит, да, потом вы делаете круговые движения, потом вы ведете от пупа к ребрам, вот эти движения вы осуществляете, можно их делать одномоментно, двумя руками, с одинаковыми усилиями, затем двумя руками вы делаете растирание по прямым мышцам живота, да, то есть это у нас было от пупа к пояснице, к позвоночнику назад, а затем вы делаете по указым мышцам, то есть можно от паха к ребрам, можно от ребра к паху, и дальше заканчиваете круговыми движениями поглаживания, движения вы делаете активные, ритмичные, кожа может покраснеть, и, в общем-то, это нормальный эффект, хорошая процедура. У всех есть особенности разных детей, у них кожа краснеет по-разному, у кого-то легко, у кого-то не очень, у кого-то вообще не краснеет, это не является критерием, но тем не менее. Значит, следующая часть нашего массажа, это массаж спины. Значит, ребенок лежит на животе, он осуществляет поглаживание, поглаживание обычное, наделим спину пополам, позвоночник не трогая, начиная от ягодиц, ведем до шеи, захватываем немножечко затылок, опять, да, делаем поглаживание, делаем, да, 4, до 4 раз такие движения. Значит, следующее, плавно переходим к прямому растиранию, значит, можно делать прямые движения и круговые, когда мы растираем мышцы, да, по кругу, по спирали, да, такое спирали. Значит, следующее упражнение, мы делаем такое растирание мышцы спины, такое, типа, щипковое, да, когда мы, правая рука у нас идет по часовой стрелке, а левая против, да, то есть вот мы ведем, да, одна рука впереди, другая за ней, и движение осуществляется в разные стороны. Вот, посмотрите, одна идет в одну сторону, другая идет в другую сторону, в одну в другую, в одну в другую. Такие движения мы осуществляем по мышцам спины. Значит, следующая процедура, следующее движение, которое мы осуществляем, называется так называемая рефлекторный прогиб позвоночника, который мы осуществляем, да, ведем по позвоночнику сверху вниз, и ребенок прогибается. Это рефлекторный прогиб позвоночника. Мы об этом говорили. Следующее упражнение, которое мы делаем, это массаж груди. Ребенок лежит на спине, и мы осуществляем сначала поглаживание, да, в груди по часовой стрелке. Желательно сосок обходить, вот, не травмируя его, да, значит, вот поглаживание идут круговые, вот, и можно обыкновенные, чередовать опять круговые по часовой стрелке. Обыкновенные, здесь можно захватывать живот, вообще, в принципе, чтобы не крутить ребенка туда-сюда, можно делать, допустим, массаж живота, потом плавно перейти в массаж груди, потом перевернуть и осуществлять массаж спины. Значит, следующий момент с грудью мы работаем, ребенок, это называется вибрация. Значит, вибрация осуществляется, да, мы накладываем руки по бокам в грудную клетку и осуществляем несколько таких сильных движений, как бы соединяя руки, да, ребра, как бы сжимая грудную клетку, ну, не надо ничего ломать, не надо делать сильно, просто ритмично и несколько раз делаем такие упражнения, заканчивая поглаживанием мягкими движениями. Следующее упражнение, так называемый бокс, да, когда мы берем, опять же, фиксируем кисть и лучезапястный сустав, и дальше сгибая и разгибая, да, руки ребенка, делаем вот такие движения, достаточно активно, достаточно энергично, вот, но не дергая, а плавные движения, вот, да, еще раз, одна рука согнута, другая выпрямлена, и наоборот, такие движения, мы осуществляем несколько раз, где-то до пяти-шести раз каждой рукой, при этом плечо можно чуть-чуть приподнимать, но ни в коем случае нельзя дергать, вот, здесь должно быть все, соответственно, особенностям строения мышечного аппарата ребенка, вот, еще раз напоминаю, без резких движений, чтобы не было травм, значит, и теперь, вот, с этого возраста, в качестве тренажера для упражнений, очень полезно применение мяча, то есть, достаточно большой мяч, резиновый, мы берем, который удержит тело ребенка, и это очень полезно, почему, потому что, во-первых, тренируют вестибулярный аппарат, равновесие, во-вторых, мышцы, которые, вот, были в рабочем состоянии, которые мы тренировали, и так далее, они получают расслабление вот этого упражнения, единственное, что требуется при этом упражнении, это проводить его не ранее, чем через полчаса после еды, потому что, иначе, вы создадите дискомфорт, значит, желательно, чтобы мячик был большой, ярко раскрашенный, чтобы он был, не был холодным, был достаточно приятный по температуре, значит, кладете ребенка на мяч, разводите ноги, и дальше качаете его в одну сторону, в другую сторону, вправо, влево, да, то есть, его нужно постоянно придерживать за спину, фиксировать, да, чтобы он не упал, следите за этим, и желательно, чтобы мяч лежал не просто на полу, а постелите что-то мягкое, может, какой-то мягкий коврик, может быть, что-то, какое-то одеяло, чтобы не было, даже если ребенок скользнет с мяча, чтобы он не ударился холодный камень или там какой-то еще пол, делайте вот так, причем последовательность упражнений, она не обязательно должна быть вот такой жесткой, то есть, вы можете, скажем, упражнения, какие-то упражнения делать в течение дня, в частности, вот упражнения с мячом, в частности, упражнения, которые позволяют ребенку садиться, вот такие, это вы можете делать, но зависимо от комплекса, ну, же, конечно, вот массажные движения желательно делать в одном комплексе, не разрывая, а вот физические упражнения вы можете практиковать в течение дня, давая ребенку возможность вот полноценную в течение дня того момента, когда он возрастует, вот активных различных движений. На этом заканчиваем упражнение вот этого возраста и дальше мы перейдем к более старшим малышам, поэтому, соответственно, у кого дети постарше, подключайтесь к нам, у кого помладше, фиксируйте и вот введите это именно уже, так сказать, в том возрасте, который, когда он наступит, главное, чтобы вы это знали и делали. А пока я с вами прощаюсь, до свидания, до новых встреч.